Новая атомная подлодка Владимир Мономах сегодня принята на вооружение. Она пополнит состав Тихоокеанского флота. Из Северодвинска с подробностями моя коллега Юлия Майданова. На атомном подводном крейсере Владимир Мономах поднят военно-морской флаг. Спасибо за оказанное доверие служить на современнейшем атомном подводном ракетном крейсере. Мы овладели грозным оружием 21 века, и оно будет надежно, достойно стоять на страже рубежей нашего Отечества. Владимир Мономах встал на защиту Родины. Атомный подводный крейсер, носящий имя Великого Князя, уже третий ракетоносец проекта «Борей», над которым последние годы работала Севмаш предприятие. Корабль был заложен в 2006 году. В 2012-м начал проходить государственные испытания и совершил 10 выходов в море. Мы вводим в состав военно-морского флота России новый ракетный подводный крейсер. Ядерный щит Родины пополняется новым, современным, достойным, красивым, мощным кораблем. Это третий корабль из серии «Бореев». Будьте готовы выполнить ваш профессиональный долг. Подводная скорость корабля 29 узлов. Глубина погружения 400 метров. Корабль может находиться в автономном плавании 90 суток. Владимир Мономах вооружен торпедными аппаратами, торпедами, крылатыми ракетами и межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». В сентябре этого года испытания с запуском ракет прошли успешно. Словно, подтверждение наших промышленных, производственных возможностей, статуса региона, как области, которая имеет такие возможности, такие производственные силы, таких людей, такое творчество, которое позволяет строить такие сложные корабли. А для страны, вы знаете, это вообще сегодня то, что называется демонстрация наших возможностей в абсолютно во всех направлениях. Как в наших возможностях создавать такие уникальные корабли, так и способности противостоять любым вызовам, в том числе и военным. Головной корабль проекта «Борей» Юрий Долгорукий с января 2012 года находится в составе Северного флота. Александр Невский вот уже год несет службу в Тихоокеанском флоте. К нему присоединится и Владимир Мономах. Уже сейчас в цехах «Севмаша» заложены очередные корабли очередной серии проекта 955А. Это и князь Владимир, заложенный в присутствии президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это заложенный этим летом на день военно-морского флота князь Олег и впереди закладка князь Суворов. В следующем году подводные лодки Владимир Мономах и Александр Невский пройдут по Северному морскому пути в Охотское море, чтобы совершить запуск ракет «Булава». Юлия Майданова, Михаил Шокур, Новости 24, Северодвинск.